Всем привет! Я Штукенция и сегодня я вас научу делать вкуснейший безалкогольный глинтвейн. Нам потребуется основа. У меня это будет яблочный сок. Вы можете взять любой, гранатовый, вишневый, любой, какой вам только нравится. И это будет основа вкуса глинтвейна. Берем мисочку, кастрюльку и наливаем основу под глинтвейн. Дальше добавляем любые фрукты и ягоды по вкусу. Мне больше всего нравится классический вкус с цитрусовыми. Это могут быть апельсины или гриппфруты или мандарины даже. И с добавлением яблок. На где-то пол-литра жидкости мне потребуется 2 цитрусовых. У меня это гриппфруты. И возьму одно яблочко. Яблочки нарезаем вот такой, по сантиметру, по 2. Не слишком прям мелко, не слишком крупно. Учитывая, что когда мы будем пить нашу жидкость, наш с вами глинтвейн, эти кусочки точно так же будут нам попадаться и мы потом будем их съедать. То есть мы их не будем выбрасывать. И я режу вместе с кожурой сначала яблочко. Цитрусовое нужно освободить от косточек, но при этом оставить белую вот эту часть, белую шкурку, потому что она несет в себе очень много прикольных вкусов и много пользы. Когда мы добавим все фрукты, пришло время добавлять корицу. Корицу тоже добавляется по вкусу, но оптимально взять маленькую ложечку и мерить в ложках. Как минимум мы положим 1 чайную ложку корицы, но можно положить и больше. То есть 1 чайная ложка это, а дальше по вкусу. Можно добавить еще, например, ложку, скажем. Вот. Все, теперь нам нужно поварить всю эту смесь. Перемешаем немного. И будем варить эту смесь на среднем огне. Доводим смесь до кипения и несколько минут провариваем, а затем просто оставляем под крышкой томиться. Чтобы глинтвин не получился слишком сладким, можно добавить в него немножечко воды. Ну, буквально пол чашки или чашку. Но это все по вкусу, кому как больше нравится. Если вы любите что-то более сладкое, то как раз таки вода выпарится и сама смесь по себе будет более сладкой. Через несколько минут варки выключаем огонь и оставляем томиться под крышечкой на 2-3 часа. Этот глинтвейн вошел со мной в Новый год, потому что в новогоднюю ночь я просто упивалась моим любимым глинтвейном из фруктов. Самая большая его фишка оказалась в том, что за счет грейпфрута глинтвейн оказался практически по вкусу как алкоголь. Ну, то есть горький такой, прям пьешь и думаешь, уууу. Вот, но на самом деле у него уже ни капли алкоголя нет. Поэтому тем, кто хочет сымитировать какой-то алкогольный напиток, вы можете удивить своих друзей, сделав такой глинтвейн. Очень классная идея, но не только, конечно, Новый год, в любой праздник, летом, осенью, зимой, в любое время, когда вам хочется чего-нибудь такого тепленького и бодрящего фруктового, обязательно попробуйте и напишите мне в комментариях. Мне очень интересно, как вам понравится этот офигительный рецепт. Жду ваши комментарии, подписывайтесь на канал Домовенок. Пока!